Зоомагазин Умка Именно так предпочитает вести себя Вьюша. Это молодая кошка, которая меньше полутора лет появилась в приюте два месяца назад. Ее обнаружили на улице Ватутина. Вьюша была обезвожена и сильно истощена. Сейчас девочку выходили и она в полном порядке. Абсолютно спокойно любит, когда ее берут на руки. Я бы ее посоветовала в семью для людей средних лет. Она подошла бы людям в возрасте, то есть людям старше 60, например, 65 лет. То есть она не маленький котенок, она скорее всего уже не будет бегать, носиться, играть, разносить квартиру. Она такая вот диванная, она ляжет, полежит, помурчит. А этот игривый черно-белый красавчик живет здесь два с половиной года. Неравнодушные люди подобрали травмированного кота на дороге. Его сбила машина. Тогда его почему-то назвали собачьей кличкой Тобик. Как шутят волонтеры, со временем это прозвище стало подходить новому обитателю приюта все больше. И правда, у него хвост закручивается, как у собаки. Забавный котопес с радостью бы обрел своего хозяина, но до сих пор находится под присмотром зоозащитников. У Тобика сахарный диабет, и ему нужен специальный корм. К сожалению, говорю, никто пока не рискнул взять его, поскольку мало людей готовы к тому, что придется измерять сахар раз в полторы-две недели. Все равно это ответственность в этом плане. И соблюдать диету, конечно. А это Мурзя. Ему около двух с половиной лет. В приюте обосновался недавно, но уже проявляет свой независимый характер. Не любит, когда его личное пространство нарушают другие животные. Им надо постараться, чтобы подружиться с Мурзей. С человеком он, наоборот, готов постоянно проводить время, а его любимые игрушки – различные шуршалки и дразнилки. Он бы прекрасно подошел в семью, где есть животное, которое тоже неконфликтное, чтобы не было никаких драк, ссор. В семью без детей, потому что дети все равно маленькие, все равно интересно потрогать, погладить. Он такой у нас парниша, да. Сейчас в приюте 60 хвостатых, еще 15 на передержках. Все они нуждаются в уютном гнездышке в окружении своих любящих и чутких хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok